Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Наводим резкость» и я ее ведущий Сергей Киреев. Сегодня мы наведем с вами резкость на очень опасную тенденцию появления национализма в церкви. Я русский человек, я христианин веры евангельской, я российский протестант. И, к большому сожалению, очень часто в социальных сетях мне приходится получать комментарии с определенным негативом в свой адрес на фоне национальной идентичности. Вдвойне неприятно, когда ты получаешь такие комментарии от верующих людей. И я замечаю, что проблема национализма все чаще проявляется в различных церквах, различных конфессий в нашем христианском мире. Я не буду говорить, из какой страны мы чаще всего получаем такие негативные комментарии. Суть не в этом. Суть в том, что в церквах появляется национализм. И, на мой взгляд, еще раз повторюсь, это очень опасная тенденция. Одно из первых проклятий, с которым столкнулось падшее человечество, это было вавилонское столпотворение. В книге «Бытие» мы читаем, что люди объединились все вместе, чтобы построить Зекурат, Вавилонскую башню, чтобы поклоняться там падшим ангелам, языческим богам, и чтобы сделать таким образом вызов Богу. Это очень напоминает то, что сегодня происходит, потому что люди очень часто в современной политике делают вызовы Богу, когда пытаются изменить пол людей, когда пытаются цифровизировать людей, когда пытаются образ Божий заменить на творение человеческое. И мы помним с вами, что Бог, когда увидел все это, он разделил языки и сказал, что больше они не будут понимать друг друга. И мы понимаем, что с того времени началось разделение людей на народы, племена, на границы, территории и государства. На протяжении веков человечество пыталось преодолеть эти барьеры, барьеры национализма, барьеры непонимания. Создавались империи, которые производили определенный такой вот замес, чтобы смешать все народы, сделать какой-то новый, единый народ, но ничего не получалось. Почему? Потому что то проклятие, которое наложил Бог, снять может тоже только Бог. И мы читаем в Писании, что две тысячи лет назад наш Господь пришел на землю и совершил искупительную жертву. Мы понимаем, что Христос не просто искупил отдельных людей и даровал каждому отдельному человеку спасение. Мы понимаем, что Бог искупил все человечество и дал решение всех коренных вопросов, которые находятся у человека на протяжении многих веков его существования на земле. Поэтому все люди, которые принимают Христа в свое сердце, становятся участниками его искупительной миссии для человечества. Мы должны понимать то, что пришествие Христа на землю и его голговская смерть, она не просто принесла индивидуальное личное спасение человеку, чтобы каждый мог оказаться на небесах. Но одной из важнейших целей пришествия Христа на эту землю было создание церкви. Христос так и говорил, что «Я создам церковь мою, и врата ада ее не одолеют». И церковь – это тело Христово. Церковь – это тело, в котором обитает Господь. И как наше тело является видимой частью нас, так и тело Христово является видимой частью Господа, и по нему можно судить о планах божьих, о том, что Бог хочет совершить и совершает на этой земле. Церковь, как тело Христово, является сообществом людей, альтернативным этому миру. Люди живут в мире или люди находятся в церкви, являются частью церкви и живут по определенным другим законам. По каким же законам устроена церковь? Само собой, в Писании есть много определенных правил и установлений об устройстве церкви. Но сегодняшняя наша тема называется «Национализм в церкви», поэтому мы коснемся только одного вопроса. Я хочу напомнить вам, когда Христос пришел в храм, это было в последнее его посещение Иерусалима, и он выгнал продающих и покупающих из храма, и он сказал там такие важные слова, напомнив пророчество, которое было сказано в Ветхом Завете. И он просто говорил в этом храме следующее «Дом мой, дома молитвы наречется для всех народов». Изначально мы понимаем, что Божий план был не просто спасти какой-то один народ, выделить еврейский народ из других народов, но Божий план был такой, чтобы все народы и все племена поклонялись Богу. И мы очень часто видим в пророчествах Ветхого Завета, что наступят дни, когда все люди, всех стран, всех континентов, всех островов, всех языков, всех племен, всех народов будут вместе поклоняться одному единому Богу. Богословы всего мира согласны во мнении, что церковь появилась в день Пятидесятницы. Об этом событии мы читаем в Деяльниках святых апостолов во второй главе, и мы помним с вами, как Дух Святой сошел на церковь, и апостолы стали говорить на иных языках. Они вышли на улицы Иерусалима и проповедовали, говоря на разных языках о великих делах Бога. Знаете, когда я смотрю на это местописание, я вижу, что в этот день, в день рождения церкви, было искуплено проклятие Вавилона, что церковь стала говорить на разных языках. Представляете, апостолы, которые все были евреями, вышли на улицы и стали проповедовать Слово Божье на языках языческих народов. Я думаю, что вы хорошо понимаете контекст Библии, и знаете, то, что евреи себя всегда считали и считают особым народом, с которым Бог заключил завет, это действительно так. Но не все евреи того времени понимали, что Бог не просто выделил один народ, а другие унизил, что Бог хотел спасти все человечество. К большому сожалению, евреи того времени не воспринимали язычников как равных себе людей. Очень многие называли язычников гоями, очень многие относились к ним как к собакам. И Христос даже однажды, когда с ним шла женщина-сунамитянка и просила, чтобы Христос исцелил ее беснующуюся дочь, сказал такие слова, что нехорошо взять хлеб у детей и бросить его псам. Само собой, Христос не был националистом. Христос исцелял слугу римского сотника, но Христос показал определенное отношение евреев того времени к другим людям, к другим нациям. И в принципе это было сделано для того, чтобы женщина могла просто смириться и через свое смирение войти в те обетования, которые были предназначены для еврейского народа. Но в целом вы понимаете, что иудеи говорят о великих делах Божьих на разных языках. Сегодня христиане и вероевангельские пятидесятники тоже практикуют моление и говорение на иных языках. И мы не знаем, какие языки Бог дает нам, чтобы мы говорили и провещевали на этих языках. И Бог специально это делает, чтобы люди понимали, что иные языки это знамение, что каждый народ и каждый человек он принят Богом. Знаете, я вспоминаю еще одну историю из Писания, когда Петр впервые пришел и проповедовал в доме Корнилия. И для него это было большое такое вот испытание, как прийти к язычникам и начать им проповедовать. И когда он увидел, что Дух Святой сошел на них, на этих язычников, точно так же, как он сошел на апостолов в день Пятидесятницы, когда язычники стали говорить на иных языках, Петр сказал такие слова. Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, и во всяком народе, боящийся Его и поступающий по правде Его, приятен Ему. Спустя некоторое время в своем первом соборном послании апостол Петр во второй главе, в девятом и десятом стихе обращается к уверовавшим, и он говорит такие слова, что вы были некогда не народ, но ныне народ, что вы род избранный, царственное священство, народ взятый в удел, чтобы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. И мы понимаем, что некогда христиане не были народом, но Бог сотворил свой особый народ, который находится в послушании Ему, то есть тот народ, в котором живет Святой Дух, и тот народ, который объединен уже не по национальному признаку, но по вере в Иисуса Христа, тот народ, который может называть себя братьями и сестрами, потому что имеет одного Отца на небесах. Позже апостол Павел неоднократно развивал эту мысль в своих посланиях. И в третьей главе послания Колоссяна в одиннадцатом стихе сказано, что в Иисусе Христе нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, ни варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. В другом послании он говорит о том, что уже не имеет значения, какого человека национальности, но имеет значение, является ли он новым творением во Христе или не является им. И в завершении я хочу напомнить вам еще одно местописание. Это уже книга Откровения, седьмая глава, девятый стих. И здесь апостол Иоанн находится на небесах, и он видит людей, которые были искуплены Богом, и которые все вместе славят Бога. И здесь сказаны такие слова. «После этого взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, народов и языков, стояло перед престолом и перед Агнцем в белых одеждах и с пальмами и ветвями в руках. И все они восклицали громким голосом, говоря, «Спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу». Понимаете, на небесах будет не просто какая-то нация, которая самая лучшая, точнее считает себя самой лучшей, не просто будут люди, говорящие на каком-то определенном языке, но там будут люди из всех народов, из всех племен, люди, говорящие на разных языках, о том, что настало время для спасения, и слава Богу и Агнцу его. И знаете, я хочу сказать вам такую вещь, что если вы ненавидите какую-то национальность, наверное, в раю вам будет очень тяжело, когда вы увидите там русских или украинцев, американцев или англосаксонцев. Если вы имеете какие-то расовые предрассудки, вам тяжело будет увидеть на небе черных людей или желтых людей, людей с разным, отличающимся от вас разрезом глаз. И знаете, и Бог никакого не пытается мучить. Если вам тяжело видеть таких людей на небесах, то, скорее всего, вы на небесах не окажетесь. И я думаю, что со своими национальными предрассудками в церкви пора разобраться здесь, на земле. Потому что время, которое даровано нам на земле, оно дано именно для того, чтобы мы обновились духом ума своего и приготовили себя для спасения и для вечной жизни на небесах. В завершении скажу еще один такой момент. Мы только что возвратились из Сибири, где были на миссионерской конференции в церкви Христа Воскресшего, пастором которой является Игорь Голоскубов, наш хороший друг. И знаете, мне понравилась эта церковь, потому что она служит разным народам и разным племенам. Я всегда говорю, что это одна из церквей, которая на самом деле исполняет пророчества, которые были сказаны о том, что из России Евангелие будет распространяться по всему миру. Знаете, на этой конференции было много людей разных колен, разных языков, разных национальностей. Знаете, было так интересно, когда мы могли петь песни хвалы и поклонения на разных языках. Песня начинается на русском языке, потом она звучит на суахиле, потом она звучит на корейском языке, на английском языке. Знаете, и славе Бога на разных языках мы понимали, насколько величественен Господь. То, что Он способен разрушать национальные предрассудки, и Он способен сделать так, чтобы люди, которые раньше, может быть, не любили друг друга, ненавидели друг друга, но во Христе Иисусе могли объединяться и славить Бога вместе. Субтитры создавал DimaTorzok Я благодарю вас за то, что вы досмотрели эту программу до конца. Мы будем выходить намного чаще, поэтому подписывайтесь на этот канал, поставьте значок-колокольчик, чтобы сразу получать уведомления обо всех новых видео. Я буду очень благодарен вам за ваши отзывы, за ваши комментарии, и за то, что если вы поделитесь этим видео на своих страницах в социальных сетях, чтобы больше людей услышало это послание, и чтобы больше людей избавилось от своих национальных предрассудков, чтобы мы с вами жили в церкви, которая любит Бога и любит людей, созданных по его образу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok